Это капец! Кто этот человек? Ты кто? Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем, ничего нового. Ладно, ладно, воу, 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 спокойно. Это парик, это парик. В этом видео я покажу вам тотальное превращение из себя в себя, но с другим цветом волос, с другим цветом кожи, с другими глазами, с другим макияжем. Сделаю что-то, что я обычно не делаю, и все будет как будто бы наоборот. То есть, если сейчас у меня довольно светлый типаж, светлые глаза, светлые волосы, светлая кожа, то будет совершенно противоположный. То бишь, темный типаж, темные глаза, темные волосы, темная кожа, темный макияж. Все будет очень темное, потому что Хэллоуин накануне. Идею для этого видео я увидела у одной блогерши, вы наверняка ее знаете, ее зовут Руслана Джи. Она там сделала полное превоплощение из себя в себя, но в себя совершенно другое. Я посмотрела это видео, подумала, черт, это же гениально! Надо повторить. Повторяю. И прежде чем мы начнем, обязательно подписывайтесь на мой канал, тык, включайте себе уведомление о публикации, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. И разумеется, напишите мне в комментарии, как вам больше нравится, как я есть или как я стану, и вообще пойдет мне тут образ или... Нет, пожалуйста, больше такого не делай. А мы начинаем. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Ах, какая женщина, какая женщина... Я начну макияж с того, что нанесу масло-базу под макияж себе на лицо. Секси-секси! Масло позволит темному тональнику легче расшевываться и более естественно лечь на мою мертвецки-бледную кожу. Так как моя цель сделать кожу сильно темнее, чтобы было обратно тому, что я сейчас делаю, то есть маниакально защищаю свое лицо от солнца и не допускаю даже малейшего загара и, в общем-то, дополнительно ее вебеливаю. В этом же видео мне надо быть человеком-жертвой... Ой-ой-ой, простите, клиентом солярием. Я также покрываю слоем штукатурки мои уши, мою шею. Тут не должно быть проплешин внезапных. Пока у меня лицо выглядит так, как будто я вшкварилась в ведро с это загаром. Так не надо. Давайте добавим контуринг. Сейчас я буду делать контуринг, и для зрителей, которые не знакомы со мной, он покажется обычным, и в этом и прикол. Ибо я регулярно делаю контуринг полностью наоборот. Я выбиваю себе щуки, скрываю скулы и стараюсь сделать мое лицо хоть немного жирноватеньким. А сейчас я выделяю скулы, наношу корректор на височную область, растушевываю я это вот все спонжем откушено, кстати. Вот, заодно ловите приятный, приватный лайфхак. Спонж откушено лучше любого бьюти-плендера, точно вам говорю. Конечно же, светлый контуринг нам тоже нужен, поэтому сейчас я буду наносить его, кстати, по схеме, как делает обычный Ким Кардашьян. Мне кажется, у нас получится очень круто, потому что обычно по такой схеме я себя не контурирую, если честно. Кстати, как вам кажется, мне идет такой цвет кожи с загаром? Или моя обычная светлая кожа мне подходит больше? Вот, кстати, фрагмент из другого видео. Тут можно отвлечься и оценить разницу. А когда вы это смотрите, я покажу вам супер странный контуринг носа и вообще остальное странное все. И что это? Макароны, сама посмотри. Да. В общем, ребята, это совсем не просто макароны. Это первый мак-н-чиз в России. Это любят во всем мире. И теперь это блюдо появилось и в России. Чтобы приготовить эти макароны, потребуется не более 10 минут. Еда легкого приготовления и высокого вкуса. Тут столько разных вкусов. Надо будет потом все попробовать. Это так аппетитно пахнет и так аппетитно выглядит. Вы себе просто не представляете. Я сейчас буду сидеть и есть. Да. Это безумно вкусно. Всего за 10 минут получается безумно вкусно и безумно сытно обед или ужин. Омолодец. Что я буду делать для контуринга носа? Я возьму специальный карандаш. Это контурирующий карандаш для того, чтобы делать как раз-таки тонкий контуринг. Я немного увеличиваю мой нос. И теперь уже при помощи светлого цвета делаю все ровно то же самое. Выделяю вот эту зону и вот эти вот. Растушевываю, кстати, пальцами. Очень удобно получается. Что ж, кажется, самое время теперь надевать парик. Кстати, этот парик одолжила мне моя подруга. Представляете, мы с ней познакомились в инстаграме. Она участвовала у меня в СВС очень-очень давно. Она мне понравилась, поэтому ее профиль был один из профилей победителей. И как-то с тех моментов мы с ней прям так хорошо заобщались. И вот недавно пошли просто вместе погуляли. И как-то нам очень вкатило. Так что она дала мне этот парик. И я безумно рада, что она мне помогла со съемками этого видео. Теперь надену серьги и надену все мои аксессуары. Мне кажется, выглядит необычно, но очень даже неплохо. А вы что скажете? Теперь, когда парик надет, самое время приступить к бровям. Для начала беру расчесочку и расчесываю мои брови. После чего беру карандаш. И карандашом прорисовываю более изломанную форму моих бровей, чтобы более быть дерзкой. И в самом конце беру мой консилер в форме карандаша, убираю лишнее, растушевываю всевозможные границы. И вуаля! Получаются новые брови. И мне кажется, они прекрасно подходят к этому макияжу. Предварительно я нанесу базу на мои веки. В качестве основного цвета я выбираю золотисто-серебристый, такой металлический оттенок. И наношу его на мое все верхнее веко при помощи плоской кисти. Когда я нанесу этот оттенок теней, я буду контурировать мой глаз при помощи розовато-сиреневатовых теней. Я буду делать достаточно активную растушевку. И я хочу, чтобы на моих глазах было прям много цвета. Поэтому я много раз выкладываю эти тени, много раз их протушевываю. И прям к самым-к самым бровям. И, конечно же, немного вытягиваю мои глаза при помощи того, что растушевываю в район, в направлении виска этот оттенок. Вы не представляете, насколько мне на себя странно смотреть. Я просто смотрю на этого человека и не понимаю, кто это вообще такой. Также на все мое нижнее веко я наношу нюдво-бронзовый цвет, который является основой на моем верхнем веке. Теперь при помощи темных теней я делаю обводку моего глаза. Таким образом я его действительно полностью повожу и сверху, и снизу. Правда, небольшая хитрость. Я использую не чисто черный оттенок, а такой, знаете, темно-черно-коричневый, что ли. Чтобы не было слишком, ну, вот этой вот черноты-гототы. А то получится у нас какой-то эмо недоделанный. И что поделать? Теперь сюда нужно нанести золотистых теней. И, конечно же, теперь нам нужно тушь. Много туши. Очень много. Я очень обильно прокрашиваю как мои верхние ресницы, на каждом глазу, конечно же, так и нижние ресницы. Здесь нам очень важно сделать реально объемные, густые, пригустые ресничечки. На удивление очень нравится то, что получается. Я не пойму, то ли мое мастерство великого бьюти-блогера так сильно выросло, что я стала делать нормальные макияжи, или это просто-напросто действительно образ, который мне сам по себе идет. Следующий продукт, который я буду использовать, это бронзер. Боже мой, я не знаю, я сколько лет не пользовалась бронзером. Сейчас одну и попробую его. Это вам уже не румяшочки, а бронзяшочки. Господи, сколько бредов в этой голове. Сколько бреда. Смотрю на себя, я не то плакать хочется, не то смеяться. Теперь наш макияж должна закончить помада. Для необычного оттенка. Поэтому я подобрала сливово-фиолетовую темную помаду. Если точнее, то это карандаш для губ. Но от этого даже, наверное, интереснее. И теперь я рисую очень четкие контурные губы. И, конечно же, я их буду увеличивать, чего я в обычной жизни не делаю. Зачем мне это надо? Обычно я пытаюсь сделать мои губы меньше-менее четкими. В общем-то, когда он мне смотрит и знает, что я предпочитаю совершенно другую технику. Нанесение помады на мои губы. Больше азиатскую, корейскую, да. Теперь контургу при помощи карандаша я протушевываю внутрь, а потом буду сверху наносить помаду похожего оттенка. Да, это все еще я. Хотя по этому поводу могут быть сомнения. Собственно, такой макияж у меня получился. Если честно, то я в полном шоке. Нет, я просто в охренении по-другому могу сказать, но не буду, потому что дэточки смотрят. А я не хочу, чтобы дэточки слышали весь спектр моего познания русского языка, если вы понимаете, о чем я. Но если не понимаете, это хорошо. Холесо Фортуны управляет моим макияжем.